Всех приветствую! В начале 1950-х годов писатель Дэниэл Блюм взял у нее интервью и включил ее в свою книгу «Великие звезды американской сцены». Мэри Кэтрин Стюарт родилась в семье Ричарда Генри Стюарта и Вирджинии Уивер в Кенсильвании 25 мая 1882 года. Начала свою карьеру театральной актрисой под руководством Чарльза Фромана, прежде чем перейти в кино в 1915 году по контракту с кинопродюсером Адольфом Цукером. И долго была замужем за актером Водевилля и немого кино Эллиотом Декстером. Брат вскоре закончился разводом. В браке не было детей и Торо больше никогда не женилась. Во время турнира по Англии она выступала с неизвестным подростком Чарли Чаплином, который был без ума от нее. Позже, когда он станет знаменитым, они встретились в Америке, но ей пришлось признаться, что она его не помнит. Драматический критик Уильям Винтер описал Доро как молодую актрису пикантной красоты, ярко выраженной индивидуальности и редкой выразительности лица. Лоуэлл Томас, путешественница, писательница и телеведущая, хорошо знала Доро, говоря, что из-за хрупкой внешности ей достались обычно безвкусные хорошенькие роли. За кулисами она была умной, знатоком Шекспира и Елизаветинской поэзии, обладала проницательным юмором, иногда едким остроумием. В 1915 году снялась в 18 кинофильмах, достигла некоторых вех, одной из которых стало ее появление в первой презентации трехмерных фильмов перед платной аудиторией. Ее дебютом в кино для студии Цукара «Знаменитые игроки» стала главной роль, ныне утраченной в художественном фильме «Мораль Маркус» 1915 года, основанной на бродвейской пьесе 1907 года, в которой она сыграла главную роль. В следующем году она сыграла главную роль в экранизации Оливера Твиста, Чарльза Диккенса, роль, которую она ранее с большим успехом играла на сцене в 1912 году. На протяжении 1910-х годов оставалась очень уважаемой и популярной исполнительницей главной роли. Большинство ее самых ранних появлений на экране сейчас утрачены. Хотя Даро по-прежнему оставалась популярной исполнительницей главной роли, с начала 1920-х годов она все больше разочаровывалась в Голливуде и своей актерской карьере. Покинула Голливуд в 1924 году, на время переехала в Европу, мела ряд фильмов в Италии и Великобритании. Вернувшись в Соединенные Штаты, она становилась все более замкнутой и ее тянула к духовности. Провела остаток своей жизни в уединении. В 1956 году она умерла от сердечной недостаточности в Нью-Йорке в возрасте 74 лет. За свой вклад в кино Мария Доро была награждена звездой на Голливудской арее славы. Вот так вкратце из Википедии о американской актрисе театра и кино эпохи раннего немого кино Марии Доро, урожденной Мэри Кэтрин Стюарт. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok